Джек Кетчем. Сеть. 06.05.2003 года. 23.22. Эндрю, поверить не могу, что из всех женщин в чате ты выбрал меня. 06.05.2003.23.31. Кассандра, ты шутишь? Мне многие нравились. Мугу, чертовка, но... Некоторые, господи, когда уже Майя перестанет так задаваться? Или овуляшка, если на то пошло? И скажи на мюст, когда у бабочки вырастет мозг? Ну, думаю, вполне очевидно, что мне хочется писать только тебе. Ты умная, смешная, и суть по тому, как ты на днях писал о детях, я знаю, что ты еще и заботливая. У тебя дети, кстати, есть? Эти чаты вообще странная штука. Можно неделями общаться с человеком и не знать его толком. Как бы то ни было, я рад, что ты приняла мое приглашение. С нетерпением жду ответа. Всего наилучшего. Эндрю. 7.05.2003.22.01. Эндрю. Нет, своих детей у меня нет, но хотелось бы. Когда-нибудь. Сейчас приходится довольствоваться тем, что я могу баловать племянников. Они совсем малыши, всего два и четыре, но я считаю, если не родной тете их баловать, то кому тогда? И ты прав. Иногда можно хоть месяцами переписываться и даже не представлять, кто это или что это. И забавно, но я чувствую, будто знаю о тебе больше, чем о некоторых людях, с кем я знакома много лет. Например, помнишь, вы с человеком-тигром сцепились на тему опытов над животными? И как он взбесился, когда ты сказал, что животные имеют такое же право жить без страха и боли, как и люди. И он послал тебя на три буквы. Ты тоже мог его послать, но ведь не стал. Ты проявил себя джентльменом и подозреваю, ты такой и есть, Эндрю. Порядочный человек. Надеюсь на скорый ответ. Пока. Кассандра. Пи-си. Называй меня Кэсси, как все мои реальные друзья. Пи-пи-си. Какая музыка тебе нравится? Я обожаю все из восьмидесятых. Пока еще раз. 7.05.2003.23.00 Кэсси. Человек-тигр-придурок. Я не хотел говорить при всех, но раз здесь только мы с тобой, я чувствую себя свободнее. Если честно, он никогда мне особо не нравился. Он всегда казался, не знаю, будто он то ли прячет что-то, то ли прячется за чем-то. Когда он сцепился со мной, он открылся максимально, насколько мог. Так что, может, я тогда чего-то этим и добился, Смайлик. Кто знает. Ты вообще планируешь туда вернуться? Я имею в один чат. Мне вот не очень хочется. Я бы лучше продолжил общаться с тобой, если ты не против. Музыку? Ну да, люблю. Разве что, кроме тяжеляка и рэпа. Пятидесятые, эра Битлз, кантри. Слушаю даже оперу и попсу. Старую и современную. Ну, вот я и признался. Попсу. Надеюсь, это не будет стоить мне отношений. Но больше всего, определенно, я люблю блюз. Могу слушать его ночи напролет. Ты неважно, какое у тебя настроение, весело тебе, грустно, да все равно. Чем-то он меня цепляет. И всегда цеплял. Ну, все, мне пора идти. Нужно сменить кошачий лоток. Мой письменный стол с компьютером стоит в небольшой нише рядом с туалетом. Это что-то вроде гардеробной, которую я переделал в кабинет. Но когда Куджи сходит в лоток, тут все может провонять. Одна из проблем Нью-Йорк в том, что нельзя выпускать животных на улицу. Там их в считанные минуты превратят в отбивную. А ты, наверное, не кошатница, да? Оставайся на связи, хорошо? Эндрю. Писи. Спасибо, что назвала меня джентльменом и порядочным. Постараюсь им быть. Всего наилучшего. Эндрю. Седьмого, пятого, две тысячи третьего, двадцать три двадцать. Эндрю, я понимаю, что ты имеешь в виду насчет Человека-тигра. Он и правда будто что-то скрывал. Помнишь, как он злился, когда с ним кто-то спорил? Он уже начинал меня пугать. И то же самое чувствовал я, когда Майя заговорила о... Ну, знаешь, она считала, что нормально иметь столько парней, сколько хочется, если они не знают друг о друге. Я не считаю, что это нормально. И я хотел бы ей об этом сказать, но не смогла. Как ты писал, не при всех. Наверное, я просто кое в чем немножко старомодно, и поэтому вряд ли когда-нибудь вернусь в один чат. Ну, и к тому же теперь он мне и не нужен. Куда интереснее чатиться с тобой. Я тоже обожаю попсу, так что с нашими отношениями все в порядке. Смайлик смущения. И мне очень нравится блюз, особенно дождливыми ночами. Люблю приглушать музыку, чтобы слышать, будто дождь, который стучит в окно, это часть песни, тогда я просто ложусь и слушаю. Иногда я даже так засыпаю, и это так прекрасно. Борчики, и еще я обожаю кошек. И Куджа прекрасное имя. Только скажи, пожалуйста, что Куджа не такой огромный, как собака в книге Стивена Кинга. Если он или она такой, тебе стоит поторопиться. Хе-хе-хе-хе, смайлик. У меня кошки были всю жизнь, но вот сейчас нет. Мой кот, сержант полосочки, умер на прошлый Хэллоуин. Я взяла его, когда ему было семь недель, и он прожил пятнадцать лет. Это было тяжело. До сих пор тяжело думать о нем. Хочется плакать. Он был большим, весил больше двенадцати килограммов. До болезни. Рыжий в полоску, с золотистыми глазами. Мне кажется, он считал себя собакой, потому что всюду бегал за мной и вилял хвостом, и спал со мной по ночам. Приятно было, когда он лежал рядом. Это тяжелее всего спать одной. Я очень по нему скучаю. Ох, что-то я загрустил, а прости. Значит, ты живешь в Нью-Йорке? Это супер. Мы почти соседи. Я живу в Пенсильвании, в небольшом городке. Он называется Уорминстер. Кажется, на языке лень не ланапе индейцев. Это значит «широкое пятно на дороге». Не баркай. Мне тоже пора. Нужно переделать кучу бумажной работы. Обними, куча за меня. 8 мая 2003 года, 21-22 Кэсси, на самом деле, куча был самый мелкий в помете. Она в два раза меньше средней кошки. И знаешь что? Она тоже рыжая и в полоску, как и сержант полосочки. Только глаза у нее зеленые. Как тебе? У нас еще есть кое-что общее. Иногда грустить — это ничего. Я вот тоже грущу. И нормально быть старомодной, особенно если это касается отношений. Последние мои отношения длились год. Предыдущие два года, еще предыдущие три. Ой-ой-ой, кажется, они становятся все короче. Но у меня всегда была только одна женщина. Даже здесь, в Нью-Йорке, где возможностей, думаю, предостаточно, я никогда не встречался более чем с одной женщиной одновременно. Не верю ни во что другое. Ворминстер, Пенсильвания. Я посмотрю по карте. Черт, это же совсем недалеко. Сколько ж туда ехать? Часа два с половиной треть Нью-Йорка. Забавно. В сети никогда не знаешь, откуда тебе пишут, пока человек сам по какой-то причине этого не скажет. Ты могла б жить в Лос-Анджелесе, Мичигане или на Аляске, прости господи. Соседи, это очень круто. Если я слишком спешу, ты только скажи, ничего страшного. Но мне интересно, как ты выглядишь. Я бы рассказал тебе, как выгляжу сам. Но ты ведь назвала меня джентльменом, да? А джентльмены всегда пропускают леди вперед. Всего наилучшего, Эндрю. 8.05.2003.23.32 Дорогой Эндрю, надеюсь, ты не против дорогого. Но это я тоже из старомодности. А я рада, что ты старомоден. Я почему-то знала, что ты такой. Мне жаль, что твои прошлые отношения закончились так скоро. Но это лишь значит, что они были не те. Мне это тоже знакомо. Мои последние серьезные отношения продлились почти два года, ну и, скажем так, закончились не на самой радостной ноте. Он хотел того, к чему я не была готова. Я не часто хожу на свидания. Никогда не видел особой пользы в том, чтобы встречаться с кем-то. Может, это оттого, что я до сих пор не нашла джентльмена. До сих пор? То есть... Ой-ой-ой, это слишком поспешно, не так ли? Смайлик смущения. Ладно, спрашиваешь, как я выгляжу? Итак, первая подсказка. У нас, Куджо, есть кое-что общее. Нет, я не рыжая и не в полоску. У меня зеленые глаза. Но больше я пока ничего не скажу. Смайлик. Не знаю, как там у тебя, но здесь у нас весна. Похоже, никто не знает, чего хочет в этом году. То за двадцать градусов, то десять и дождь, влажно. От влажности у меня волос кудрявятся. Ой-ой-ой, теперь ты знаешь, что у меня есть волосы. Ладно, они каштановые с рыжими прядями. Раньше были очень длинные, в детстве аж до пояса. Но они просто бесконечно сохли. Надеюсь, ты не разочарован тем, что теперь они короткие, летом кудрявятся и все остальное время лохматятся. Ладно, я довольно высокая. Вся из ног, как говорил мой отец. И до сих пор говорит, когда хочет смутить. Ну что ж, и это не так уж и сложно. Смайлик, смущение. Можно я тебе кое-что скажу? Я всегда оценивала красоту мужчины по поступкам, по тому, что он делает и как себя ведет. Внешность для меня не так важна, как то, что внутри. Но теперь твоя очередь. Расскажи, каков собой Эндрю? Если хочешь, конечно. А пока надо идти. Позже продолжим. Обещаю. Обнимаю. Смайлик, обнимаю. Кэсси. Пи-си. До Нью-Йорка всего час сорок пять. Я проверяла по Мэп-квест. Смайлик. Девятого, ноль пятого, две тысячи третьего. Час ноль три ночи. Дорогая Кэсси. У меня тоже были длинные волосы. Давно, во времена хиппи. И обрезал я их по той же причине. Сушить их был тот еще геморрой. Мой рост сто семьдесят восемь сантиметров. Вес шестьдесят три килограмма. Волосы темные. Я в довольно неплохой форме для своего возраста. Глаза слегка меняют цвет в зависимости от того, что на мне надето. В правах написано «голубые», но они варьируются от голубых и серых до янтарных. До тебя всего час сорок пять? Кажется, я плохо посмотрел карту. Расскажи мне еще. Твои родители живы? Мои оба умерли. Мама уже давно, отец семь лет назад. Кажется, я упоминал в чате, что был единственным ребенком. Ты говорила, у тебя есть сестра. А еще кто-нибудь есть? Просто любопытно. С возрастом семья, кажется, мне все важнее. Или, в моем случае, ее отсутствие. Не хочу вызвать этим жалость. Просто это факт, с которым я живу. У меня есть тети, дяди, двоюродные братья и сестры. Но я с ним не очень близок. Поэтому, наверное, так люблю кошек. Они как суррогатная семья. Пиши поскорее. Хорошо? Много радостных смайликов. Эндрю. Девятого мая две тысячи третьего года. Восемнадцать тридцать четыре. Дорогой Эндрю, у тебя глаза, наверное, удивительные, даже волшебные. Теперь и мне хочется, чтобы у меня были какие-нибудь другие вместо обычных зеленых. Я б сказала, что они нефритово-зеленые. Но не хочу врать. Есть еще кое-что. Я ненавижу рассказывать о себе, да и наверняка заметил это в одночате. И я обычно очень застенчива и довольно безинтересна, если присмотреться. Но... Ладно. Подруги говорят, что я горяча в купальнике. Смайлик-смущение с большим количеством восклицательных знаков. Ладно. Ты хотел узнать о моих родителях? До сих пор смущаюсь, кстати. Они оба живы и довольно-таки активны. Мама сидела с нами дома, тогда, когда мы с сестрой были маленькие. Но недавно стала учиться. Хочет получить диплом учителя. И пап считает, что это очень здорово. У пап, кстати, свое турагентство. И у нас было много классных отпусков. Через несколько дней мои родители поедут во второй медовый месяц на Гавайи на неделю. Не знаю, куда себя девать, пока их не будет. Я ведь живу с ними. Экономлю на аренде. Но уверена, что что-нибудь придумаю. Я понимаю, каково это быть вдали от родных. Мы с сестрой, в общем-то, довольно разные. Я никогда бы не сказал этого ей в лицо. Но мне кажется, что она ставит карьеру в недвижимости выше детей. А я считаю, что быть матерью – это лучшая работа, какая только может быть у женщины. С другой стороны, то, что она постоянно занята, позволяет мне проводить больше времени с Мэнди и Джейми, моими племянниками. Так что я думаю, во всем есть свои плюсы. Вот как сегодня. Поэтому мое письмо такое короткое. Сестра попросила посидеть с детьми, и я планирую хорошенько их побаловать. Взяла на прокат корпорацию монстров, Шрека и мои любимые коты-аристократы и Мурлыку. Тебе, наверное, такой киновечер показался бы скукотищей, да? А какие твои любимые фильмы? Какие твои любимые цвета? Книги? Пытливые умы желают знать. Обнимаю твою котейку и тебя. Прищуренный смайлик Кэсси. Девятого мая две тысячи третьего года. Девятнадцать часов десять минут. Дорогая Кэсси. Ваш киновечер совсем не кажется мне скукотищей. Мне кажется здорово, что ты любишь детей. Любимые фильмы? Книги? Ну, это непросто. С цветом легко. Чёрный. Но с остальным непросто. Потому что, хотя я зарабатываю тем, что пишу рекламные тексты, как внештатник. Моя цель стать настоящим писателем. Творить. Я пытаюсь уже лет пять с тех пор, как ушёл с пятидневки в агентстве. Пока добился разве что кучи писем с отказами. Но некоторые из них были весьма обнадёживающими. Дело в том, что я постоянно читаю и смотрю фильмы. Нужно иметь кругозор. Поэтому выбрать любимчиков практически невозможно. Сейчас я читаю прекрасную книгу «Остров проклятых» Денниса Лихейна. О двух детективах, которые расследуют побег из психбольницы. Позавчера опять брал на прокат на исходе дня. Обожаю этот фильм, он такой грустный. Но список можно продолжать и продолжать. Живёшь, значит, с родителями, да? Да? Боже, у вас должно быть чертовски хорошее отношение. Я помню, как не мог дождаться, когда съеду от своих и буду жить отдельно, лишь бы только поскорее. Я знаю, при нынешних ценах многие молодые люди так живут. Но для меня это точно был не вариант. Сколько себе вообще? Если ты не против такого вопроса, конечно. Сейчас я рискну и скажу, что мне в ноябре исполнится сорок шесть. Подозреваю, я прилично старше тебя. Надеюсь, это ничего между нами не изменит. Скажи, что это так, смайлик. И раз я сегодня настроен рисковать, признаюсь, ещё кое в чём. Мы с тобой совершенно на одной волне, ты и я, относительно того, что важно в отношениях. Но длинные ноги, зелёные глаза, каштановые, с рыжим волосы и горяча в купальнике, это, конечно, замечательно. Я начинаю мысленно тебя представлять. И вынужден признать, то, что я вижу, мне нравится. Много зажмуренных, смеящихся смайликов. Эндрю. Десятого, пятого, две тысячи третьего. Час, пять минут ночи. Дорогой Эндрю, прости, что долго не отвечала, но вечер обернулся катастрофой. Моя любимая сестра не сказала мне, что Джейми заболел. Скажем откровенно, что его беднягу прорвало с обеих сторон. Мне приходилось следить, чтобы Мэнди к нему не приближалась, а это довольно-таки трудно, потому что она очень любит своего старшего брата. Поэтому она начала плакать, и Джейми начал плакать. Не стоит и говорить, что им было не до мультиков. Грустный смайлик. Я обессилена, но сумела не вырубиться, чтобы ответить тебе. Видишь, насколько ты для меня важен? Смайлик. Ха! Черный. Еще одна наша общая черта. Я его обожаю и стараюсь каждый день носить что-то черное. Иногда этого не видно, но это так. И, о божечки, ты писатель. Я никогда не была знакома с настоящим писателем. Это так здоровски, как говорят дети. Надеюсь, не будет слишком нахально, если я попрошу прислать тебе свой рассказ. Я бы с удовольствием его почитала. Честное слово. Мне все равно нужно что-нибудь почитать. Только что закончила книгу, которая тебе наверняка бы понравилась. «Танец для Эмилии» Питера Бигла. «Это о мужчине, который возвращается из мертвых в теле своей кошки. Она прекрасна. Заставила меня плакать в конце. Что тут сказать? Да, та еще. Ревушка. Люблю истории со сладко-горьким концом. Я смотрела на исходе дня и плакала. А потом увидела Энтони Хопкинса в молчании ягнят. Ух ты! Но, сэр! С сильным акцентом, как у красавицы-южанки, с трепещущим веером. Вам следует знать, что спрашивает леди о ее взрослении неприлично. Много смайликов со смущением. Ну, скажем, что я достаточно взрослая. А ты и правда меня видишь? Это забавно, но мне кажется, что так и есть. Ты видишь меня настоящую, поэтому я чувствую себя очень особенной. Посмотри на меня прямо сейчас, когда я пишу это в кровати с ноутбуком. В очень короткой, очень красной ночнушке. Видишь меня? Спокойной ночи и... Зажмурившиеся радостные смайлики. В ответ. Лю Кэсси. Десятого мая две тысячи третьего года, один час двадцать пять минут ночи. Дорогая Кэсси. Очень короткая и очень красная ночнушка. Ух ты. И ты думаешь, я теперь смогу спать? Улыбающийся смайлик. Закажу себе бигла. Звучит интересно. Буду рад отправить тебе рассказ. Я как раз знаю какой. Он называется «Возвращение». Тоже о кошке. И, как ни странно, о призраке. Совпадений тут просто штабелями. Это реально удивительно. Слава богу, мы вышли из того, чьи отсюда. Иногда эти поздние письма кажутся почти сигналами бедствия, да? Будто печальный одинокий СОС, выпущенный в киберпространство. Но твои письма вовсе не такие. Они делают мой день, Кэсси, правда. Да, тоже лю и тоже множество улыбающихся сожбуренных смайликов. Эндрю. Писи. Ой, забыл. Я не знаю твоего адреса. Кажется, меня немного занесло, но... Эндрю. Десятого, ноль пятого, две тысячи третьего, восемь часов пятнадцать минут утра. Смайлик, я совсем не думаю, что тебя занесло. Я думаю, что ты очень чудесный. Знаю, мы знакомы не очень долго и в чате, и вне его, но уже чувствую с тобой такую связь, как ни с кем другим. Это не кажется тебе странным? Надеюсь, нет, потому что я хочу быть с тобой в этом честный. Мой адрес Нордстрит Роуд 119, Вор Минстер, Пенсильвания, индекс 1897-4. А ты мог бы прислать рассказ в обложении? Я бы прочла его позже. Намек, намек, намек! А сейчас мне нужно бежать, а то опоздаю. Множество жмурившихся, улыбающихся смайликов. Кэсси. Десятого мая 2003 года, 14.01. Дорогая Кэсси. Ладно, волнуйся. Рассказ во вложении. Смею только надеяться, что ты окажешься любезнее некоторых редакторов. А ты жаворонок, значит? А вот я сова. Даже ни с кем не разговариваю до десяти утра. Ужасно мило с твоей стороны доверить мне свой адрес, зная меня только по одночату и этим электронным письмам. Многие женщины не доверились бы. Наверное, я делаю что-то правильно, смайлик. А ты? Ну, ты говорила, что я чудесный, и меня этим немного прибило. Давно обо мне никто так не говорил. Я только хотел сказать... Черт, я даже не знаю, что хотел сказать-то только что. Ты не пугайся сейчас, хорошо? Возможно, я немножко в тебя влюбляюсь. Совсем чуточку. Это нормально? Боже, мне лучше прерваться, прежде чем я засуну себе в рот всю ногу. Пока что это только ступня. С любовью, Эндрю. 10 мая 2003 года, 16 часов 00 минут. Милый Эндрю, еще даже не открывала твой рассказ, но должна сначала отправить это. Это более чем нормально. Потому что мне кажется, что я тоже в тебя влюбляюсь. И я, правда, тебе доверяю. Больше, чем кому-либо за очень долгое время. Ладно, просто не могла этого не сказать. А теперь к твоему рассказу. Напишу, как только прочитаю. Обещаю, обещаю, обещаю. Целующийся смайлик. Кэсси. 10 мая 2003 года, 17 часов 15 минут. Милый Эндрю, о божечки! Твой рассказ за гранью прекрасного. Те редакторы, наверное, с ума сошли. Я заплакала, когда его дочитала и плачу до сих пор. Но, не пойми неправильно, я плачу, потому что он такой красивый. А ты великолепен! Сначала я думала, он вернулся призраком ради своей девушки. А потом, когда поняла, что это ради кошки, Эндрю, это было так трогательно. А когда девушка позвала парня из приюта, чтобы усыпить кошку... Погоди минутку, я опять плачу. Я возьму еще салфеток. Ладно, я вернулась. Но потом... Потом мне хотелось, чтобы призрак ее ударил, избил, сделал что-нибудь, лишь бы ее остановить. Потом я поняла, что все хорошо, что он был там только ради своей кошки. Эндрю, ты тронул мое сердце и позволил, наконец, выплеснуть скорбь к сержанту полосочки. Спасибо тебе огромное. Мне понравился рассказ. Эндрю, очень люблю тебя за то, что ты поделился им со мной. Ну, что тут еще сказать? Множество жмурящихся смайликов. Кэсси. 10 мая 2003 года, 19.33. Боже мой, Кэсси, ты даже не представляешь, как много это для меня значит. Серьезно. Я готовил ужин, которого хватит на несколько дней. Что-то обычное, понимаешь? Курицу с эстрагоном в винно-чесночном соусе. В общем, я дал ей немного пошкворчать, прежде чем приступить к рису со спаржей. И решил проверить почту. Может, ты уже успела прочитать. И я потрясен твоим ответом. Причем не столько отзывом о моем творчестве, хотя никто раньше не называл меня блестящим, сколько тем, что я так глубоко тебя тронул. Ты почувствовала, что рассказ тебе немного помог. Это так приятно, важно и чудесно слышать. И... Кэсси, знаешь что, ты только что сказал, что любишь меня. Я понимаю, ты имела в виду, что любишь из-за рассказа. Я это понимаю. Но как ты думаешь, возможно ли, чтобы двое влюбились по-настоящему? Только переписываясь вот так. Ни разу и не видясь. Никогда не касаясь друг друга и даже не целуясь. Никогда даже не общаясь по телефону. Мне это кажется таким странным, но... Это так здорово. Лучшее, что я чувствовал за многие годы. Ох-ох-ох. Куджо опять вырвало. Единственное недостаток у кошек, так это комки шерсти. Хотя в последнее время это с ней случается довольно часто, черт возьми. Пойду-ка разберусь с этим. Но, несмотря на комки, я сейчас улыбаюсь. Видишь? На мне большая и широкая улыбка. Люблю тебя, Кэсси. Эндрю. 10 мая 2003 года, 21-58. Милый Эндрю, дело не только в рассказе. Я и правда думаю, что люди могут влюбляться, не прикасаясь и не видя друг друга. Думаю, мы тому доказательство. Я люблю тебя, Эндрю. Не за твои слова, не за твой талант, не за то, что ты блестящий. Просто тебя. Настоящего тебя, твое сердце. К тому же ты, ого, умеешь готовить? Мама говорит, что мне нужно найти мужчину, который умеет. Потому что я сама едва ли способна вскипятить воду. Единственное, что у нас не общее, это чеснок. У меня на него аллергия. Ты ведь не станешь теперь думать обо мне хуже. Смайлик. Бедняжка Куджо. Я надеюсь, что с животиком у нее все будет хорошо. Шли ей мою любовь. Как я шлю тебе? Свою. Со всей любовью, Кэсси. 12 мая 2003 года. Три часа ночи и 34 минуты. Тоже ночи. О, Кэсси. Хотелось бы мне рассказать, насколько это для меня важно и какие чувства пробудило у меня твое последнее письмо. Но сейчас я думаю о том, что случилось кое-что ужасное или вот-вот случится. Я не хочу об этом рассказывать и тревожить тебя. Потому что, возможно, все еще обойдется, и это окажется лишним. Но сейчас мне нужно заканчивать. Напишу, как только смогу. Я тоже тебя люблю, Кэсси. Я тоже тебя люблю. Э. 12 мая 2003 года. Восемь утра и пять минут. Тоже утра. Дорогой Эндрю, в чем дело? Расскажи мне, пожалуйста. Я люблю тебя, и это все, что имеет значение. С любовью, Кэсси. 12 мая 2003 года. 23.25. Эндрю, что происходит? Напиши, пожалуйста. Прошу тебя, пожалуйста. С любовью, Кэсси. 13 мая 2003 года. В восемь утра и десять минут. Тоже утра. Эндрю, что случилось? Эндрю, что случилось? Ты не можешь мне сказать? Я что-то не то сказала? Пожалуйста, дай знать. Что бы там ни было, мы с этим справимся. Я точно знаю. Я правда тебя люблю, Кэсси. Пятнадцатого мая 2003 года. Девять часов утра и пятьдесят пять минут утра. О, боже, Кэсси. Сухой кашель. Сухой кашель. Это одна из тех кошачьих болячек, которые сами по себе быстро проходят. Но потом она отказалась есть. Я подумал, что это инфекция или вроде того, и продолжил наблюдать. Она вроде бы вела себя спокойно, мурлыкала, когда я ее гладил. Но она не выходила из кладовки. А потом в два часа ночи проснулась и опять закашляла. Еще хуже. Вся выгнулась, на глаза выступили слезы, будто она не могла вдохнуть. Ты представляешь? Я смочил полотенце теплой водой и вытер ей глаза, нос и рот и увидел, что у нее изо рта пошла пена. И это меня уже чертовски напугало. В общем, я посадил ее в переноску, вызвал такси и поехал в ветклинику. Там есть круглосуточная служба. Ветеринар была новенькая, ужасно молодая, но очень добрая. Она видела, что мне не по себе. Поставила диагноз острый респираторный дистресс, вколола кортизон, чтобы облегчить дыхание. Это помогло почти сразу. Я подождал, пока ее отнесут на рентген, а чуть позже доктор Моррис, так ее звали, вышла и показала мне негаскоп. Легкие Куджи оказались все будто в каких-то пылинках. Но на самом деле это были капельки влаги. Это выглядело как на фотографии Млечного Пути, так их было много, так густо, Кэсси. Я не на шутку за нее испугался. Доктор Моррис сказала, что хочет сразу высушить легкие и ввести большую дозу антибиотиков. Для этого ее нужно оставить на ночь под наблюдением. В худшем случае они могли вырубить ее и делать интубацию, пока антибиотики не подействуют. Я сказал, чтобы делали все, что нужно. Она сказала, что это будет очень дорого. А я, что деньги меня не волнуют. Не надо о них думать, сколько бы это ни стоило. К тому времени я уже почти был в слезах. Она сказала мне идти домой поспать. И что будет звонить мне, если будут изменения. Я ушел и тут же написал тебе то последнее письмо. Потом выпил полный стакан чистого скотча. И он сделал свое дело. Он вырубил меня. И я уснул. Мне позвонили без пятнадцати пять. Почти на рассвете. Кэсси. Сказали, куча быстро угасает. И спросили, как поступить. Я сказал придержать ее, пока я приеду, если это возможно. Я успел как раз, чтобы ощутить ее последний вздох. Последний удар сердца. Ее раскрытые глаза смотрели на меня, но не видели. Я прижался лицом к ее шее и долго плакал. Я и сейчас плачу. Понимаешь, именно поэтому я не мог написать тебе, Кэсси. Жаль, я не мог тебе позвонить. Можно я тебе позвоню? Мне нужно поговорить с кем-то. Не то я сойду с ума, потому что единственное создание, с кем я мог говорить, кроме тебя, этого создания больше нет. С любовью, Эндрю. 15 мая 2003 года, 21-25. О, боже, Эндрю. Только что получила сообщение. Я тоже плачу. Не могу сейчас разговаривать, и я не могу больше писать. Дай мне минутку, и я тебе напишу. И обещаю. Обещаю. 15 мая 2003 года, 23-20. Моя любовь. Я сказал, что напишу через минутку, и вот я пишу спустя почти два часа. Прости, что не смогла вернуться к тебе раньше, но твоя потеря, твоя ужасная потеря всколыхнула все воспоминания о сержанте Полосочки. И я будто сама пережила все это. Боже, звучит так эгоистично. Я ненавижу себя за то, что я так тебя подвожу, но прошу, не злись на меня. Я этого не вынесу. Я вернулась, и теперь я здесь с тобой, если ты еще хочешь со мною быть. Эндрю. Мой любимый Эндрю. Мне так жаль твою котейку. Только и могу сказать, как мне жаль, и как мне хотелось бы обнять тебя и утешить прямо сейчас. Я хочу обнять тебя, Эндрю, чтобы ты дал волю слезам и всей скорби, которую чувствуешь. Меня никто не обнимал, когда умер сержант П. Я пряталась в своей комнате, как и сейчас прячусь, и тихо плакала, как сейчас плачу. Но я обнимаю тебя, Эндрю. Ты чувствуешь, как я прижимаю тебя к себе? Надеюсь, что да. И очень сильно надеюсь, потому что я люблю тебя, и я хочу помочь с этим справиться. И мне хочется позвонить, но тупой мой папа все еще на телефоне. Он делает последние приготовления к отпуску, которые обязательно нужно сделать именно сейчас. Боже мой, жаль, у меня нет своего жилья, потому что если бы я говорила сейчас с тобой по телефону, я попросила бы тебя приехать сюда, ко мне, оказаться рядом, чтобы я смогла разделить то, что ты чувствуешь. И может быть, ты сможешь. Мои родители уезжают завтра, Эндрю. И может быть, к утру тебе станет немного лучше. Не слишком. Я знаю, но чуть-чуть. И если так, то почему бы тебе не подумать об этом? Ты говорил, что я тебе нужна, и ты мне тоже очень нужен, Эндрю. Я хочу помочь тебе с этим справиться, потому что я люблю тебя. Я люблю тебя, Эндрю, и хочу обнять тебя прямо сейчас. А что я еще могу сделать? С любовью, как всегда, Кэсси. Пи-си, ты назвал меня солнышком. 15 мая 2003 года, 23-25. Кэсси, боже, когда они уезжают? Я за! Боже мой, да! Множество жмурящихся смайликов. Эндрю. 15 мая 2003 года, 23-28. Любовь моя, они уезжают завтра после обеда. Я буду здесь. Весь дом в моем распоряжении. Прошу, приезжай, пожалуйста. Множество жмурящихся смайликов. Со всей моей любовью. Кэсси. Из дневника Эндрю Скайя. Лучше бы она прислала мне номер телефона. Интересно, почему она не стала присылать? Может, боялась, что я в последний момент струшу? Ну что ж, так и есть. Может, она это предвидела. Очень тянет не приезжать. Чтобы добраться до темноты, нужно выезжать где-то через час, не позже. Я целый день это оттягивал. С самого утра все смотрю в зеркало. Делаю все, что обычно. Бреюсь, чищу зубы, смотрю на то же лицо, которое вижу каждый день. И в первый раз оно показалось мне каким-то жестким, будто на нем слишком мало морщин от улыбок и слишком много от того, что я хмурюсь. Что же она во мне может увидеть? Я проснулся весь в волнении, но уже час спустя был подавлен и встревожен. И в таком состоянии пребывал весь день. Сходил затариться футемпорпум, откорректировал текст для колледжа Ионы, который нужно было отправить до вторника. Я ответил на несколько электронных писем, надеясь, что там будет и письмо от Кесси, которая скажет, пожалуйста, не приезжай, это ошибка, я не готова. Но его там не оказалось. Неготовым оказался я. Я ее еще не видел, а уже думаю, что потерял ее. Ну, что за размазня я, да? Думаю о Лоре и обо всех тех надеждах, которые возлагал. И у меня до сих пор сводят живот, и хочется что-нибудь разбить. Черт, я тогда и в самом деле много чего разбил. Половину посуды в раковине, лампу у кровати, и получил за это только счета за их замену. Что мне нужно было заменить, так это саму Лору. Но заменить Лору было невозможно, никак невозможно. Я не мог заменить чувство, когда она спит рядом со мной в постели, или когда я иду по улице, приобняв ее за талию. Мою женщину, которая была красивее и успешнее, чем, как я считал, способен привлечь парень вроде меня, но которая говорила, что она моя, а я ее, и заставила пообещать, что я всегда буду ее, вопреки всему. Я помню, как, смеясь, ответил, а чьим же еще я могу быть? Это было правда, чьим же еще? Да ни чьим. Ни до, ни после. Ни одна живая душа не касалась меня после Лоры, пока не появилась Кэсси. Я даже не знаю толком, зачем полез в тот дурацкий чат. Кажется, на самом деле я искал порно-чат, или, может быть, разогревался перед ним. Я посмотрел много порно за это время, и еще один дурацкий способ сбежать. Так что вполне возможно, что в тот день я набирался храбрости, чтобы войти в порно-чат. Хотел хоть какого-то подобия удовольствия. Может, когда-нибудь я пролистаю эти страницы и посмотрю, нашел ли я его здесь. Хотя это не важно. Но больше года я чувствовал себя твердым, как чертова стена, даже тверже. Думаю, таким образом я пытался справиться. Перетерпеть тех немногих друзей, которые у меня оставались, и которых проклятая Лора не забрала с собой. Я оттолкнул и продолжал отталкивать. Отказывался с ними встречаться. Оправдывался тем, что точно знаю, я стал чертовым занудой, таким же, как чертовы тексты, которыми зарабатываю на жизнь, и чертов город, где я живу, и где уже нельзя даже покурить в баре. А быть занудой я не хочу. Во мне еще осталась какая-никакая гордость. Вместо друзей я стал общаться с кошкой. Куджо меня занудой не сочла бы. Но не будь в этом здании такой хорошей звукоизоляции, соседи давно бы меня закрыли. Я орал и кричал, я рыдал, я выл на луну. А котейке было все равно. Куджо была непоколебима. Она могла вылечить любую боль своим мурлыканьем, хотя бы на некоторое время. Без нее одиночество меня убивает. Я в городе, где живет сколько миллионов людей. Я никогда не чувствовал себя таким одиноким, таким отрезанным от мира. С таким же успехом я мог бы быть сумасшедшим отшельником где-нибудь в лесах Мэна. Так чья в этом вина? Да моя, конечно. Лора ушла просто так. Она ушла по той же причине, по которой я почти не могу работать. Не могу заниматься ничем, кроме той деятельности, которую веду внештатно. У меня за всю жизнь не было такого начальника, которому я хотя бы раз не нахамил бы. Я потерял больше работ, чем в моем телеке кабельных каналов. У меня проблема со старшими, имеющими надо мною власть. Когда вместо этого дневника я мог позволить себе психотерапевта, мы с Марти многое-то обсуждали. Проследили весь путь до моих родителей и нашли, в чем дело. Это очень много мне дало. Но у Лоры была надо мною власть. Такая власть, какая может быть только у женщины. Больше власти, чем следовало бы ей давать. Это я сейчас понимаю. А еще это мой характер. Половину времени мы дрались, как кошка с собакой. Но это все здесь, в этом дневнике. Знаю, я ожидал от нее слишком многого. Ожидал, что она поймет. Несмотря на все те письма с отказами, я писатель. Серьезный писатель. С писательской чувствительностью и с писательской душой. Я ожидал поддержки. Ожидал спокойствия и мягкости. От нью-йоркской сучки, которая здесь родилась и выросла, поднялась по карьерной лестнице вдоль Мэдисон-авеню, и родители оставили ей, о, всего лишь полтора миллиона. Я, наверное, вообще был не в своем уме. Нужно помнить, что ожидать слишком много от Кэсси нельзя. Во всяком случае, сразу. Она может быть страшной, это раз. Несмотря на все эти длинные ноги, зеленые глаза, горяча в купальнике. Зеленые глаза еще ведь не говорят за все лицо, так? Но почему-то, мне кажется, ее внешность не будет иметь такого уж значения. Она первая за долгое время, кто так мной увлекся, кому я так небезразличен. И мне почему-то кажется, она из тех, кого можно назвать настоящей женщиной. С настоящей женской мудростью. Не как Лора, которая казалась избалованной девчонкой. Которая не смогла смириться с настоящим Эндрю Скайем, с редкими приступами гнева и тому подобным. Вынужден признать, мне немножко страшно. Тут еще все впереди. Может статься, что Кэсси моя последняя надежда на настоящее счастье в этой жизни. Все возможно. Все-таки я не молодею. Я много курю и, наверное, многовато пью. У меня всего двадцать пять штук в банке. Я не урод, но и не Том Круз, черт побери. Но я для нее важен. Я вижу это по ее письмам. Так что есть основания надеяться, что моя внешность и все остальное не будет для нее иметь большее значение, чем для меня. Иногда, кажется, она заглядывает мне прямо в душу. Удивительное чувство. Возможно, сейчас я поеду навстречу своему будущему. Я надеюсь, но, черт возьми, я в восторге. Сейчас, когда я написал это, мне стало легче. Но, черт, это ведь целый час у меня отняло. Боже. Мне пора. Нужно отправляться в путь. Из дневника Касси Хоган. Он едет. Эндрю правда едет, чтобы увидеть меня. Меня! Я так волнуюсь. Не могу спать. Мне просто нужно было вылезти из постели и записать это, иначе меня просто разорвет. Мама весь вечер бесилась. Сначала накричала на меня из-за уроков. Как будто мне далась зачем-то эта геометрия. Потом заявила, что договорилась, чтобы я пожила с тетей Кей, пока они будут на Гавайях. Ну уж нет. Кем они меня считают? Младенцем? Ненавижу ее. Она пожалеет, когда они вернутся и узнают, что я ушла, чтобы быть с Эндрю. Я им даже записки не оставлю. Пусть гадают, что со мной случилось. Нет, я не могу так поступить с папочкой. Я оставлю им записку и расскажу правду, что я люблю Эндрю. Мы поженимся и будем жить долго и счастливо. И пусть они обо мне больше не беспокоятся. Я большая девочка. Нет, я вообще женщина. Я женщина Эндрю. А он мой мужчина. Он моя любовь. Мой любовник. Интересно, он захочет заняться этим, когда сюда приедет? Если да, то ничего страшного. Я нашла несколько этих штук в папином столике и взяла одну резинку. А мама думает, что я слишком мала, чтобы оставаться одна. Так вот, я достаточно взрослая, чтобы знать про резинки. Да, интересно, одной хватит? Хизер просто обзавидуется. Она думает, она такая горячая, раз встречается с тем придурком из младшего колледжа. Но ему всего девятнадцать, а Эндрю уже за сорок. Он настоящий мужчина, и он мой, и он любит меня. Он сам так сказал, а я его люблю. И он правда едет. Боже мой, как я волнуюсь. Вот бы только выглядеть получше. Я пыталась уговорить маму, чтобы свозила меня в торговый центр, и я там подстриглась. Ненавишу свои волосы, но она не захотела. Сказала, у нее слишком много дел, а мои волосы и так нормально выглядят. Вот сучка. Я хотела, чтобы мои волосы были идеальны для Эндрю. Но так они просто... Фу! Но я знаю, с лицом у меня все хорошо. Я взяла у суки маску и скраб, и прошлась по дурацким прыщам на подбородке. Теперь они все покраснели, но к утру, думаю, пройдет. А если нет, я погибну. Я убью себя, если нет. Потому что Эндрю заслуживает лучшего, и хочу быть для него самой лучшей. Я его люблю, а он меня любит. Но я все равно предпочту умереть, если прыщи не пройдут. Но вообще, я знаю, ему не будет дела до моих волос или кожи. Он любит меня, настоящую меня внутри. Как же я люблю его! Я забираюсь его удивить. Когда он откроет дверь, я встречу его в красной ночнушке. Это его точно обрадует. Сделаю что угодно, чтобы он стал счастливым, потому что я его люблю. А еще у него кошка умерла. Может быть, после этого мы пойдем в зоомагазин и купим котеночка. Мне бы очень этого хотелось. Боже, как я нервничаю. Я не знаю, смогу ли уснуть, но нужно. Нужно, чтобы хорошо выглядеть для Эндрю. Спокин-ноки, дорогой дневник. Расскажу тебе обо всем завтра, когда ко мне приедет Эндрю. Стенограмма допроса Эндрю Джиская, проживающего по адресу Западная, 73-я улица, 233 Нью-Йорк, проводил лейтенант Дональд Сэбблд, департамент полиции Уортминстера, 16 мая 2003 года. Скай. В общем, я опоздал, потому что эта чертова шина лопнула, и дорога, которая должна была занять, сколько, полтора часа, заняла примерно два с половиной. Поэтому я разнервничался. Так. Разнервничался, потому что должен был встретиться с ней, и потому что опаздывал, потому что я был весь грязный из-за того, что менял шину. Но, как бы то ни было, я, наконец, нашел ее дом в темноте, позвонил, и она вышла открыть в этой... Сэбблд. Красной ночнушке. Скай. Да, и знаете, она не так много оставила для воображения. И она правда симпатична, чертовски. Но было сразу видно, она мне не обрадовалась. Я имею в виду, не было объятий, поцелуев или чего-то, как в тех письмах. Она хмурилась. Но будь я проклят, если понимал, почему. А ведь не такой уж урод, и не такой уж и грязный, да и одет нормально. Вообще, она пригласила меня войти и спросила, не хочу ли я выпить. Я ответил, что пиво бы не помешало. Я заговорил о квартире. Спросил, можно ли где-нибудь помыться. Она показала, где ванная. Я пошел. Когда я вышел, она немного повеселела. Открыл мне пиво, а себе пепси. Мы уселись на диван в гостиной. Только она с одного края, а я с другого. Я гадаю, чего-то такой мороз. От этого я только сильнее занервничать. И решил, что лучше прямо ее спросить, что я ей сделал. Себальд. А о чем вы ее спросили конкретно? Скай. Я спросил ее, что не так. Она сказала, что прождала меня целый день. Как будто мы изначально назначили четкое время. Себальд. А вы не назначили? Скай. Нет, ничего такого. Я не знаю, чего она ожидала. Что я приеду с самого утра или вроде того. Я сказал ей это. Что мне очень жаль. Но это было всего лишь недоразумение. Потому что мы в самом деле не назначали времени. И мне очень-очень жаль. И вот тогда она мне сказала, что даже не пошла сегодня в школу. Осталась дома меня ждать. И когда я на нее посмотрел. То есть хорошо так пригляделся. Внимательно. Понимаете? Наверное, я просто боялся делать это до этого. Наверное, слишком перенервничал сначала. А потом еще и этот мороз. Плюс ее ночнушка. Ну, как бы там ни было. Я посмотрел на нее и понял. Что на ее лице едва ли есть морщины. И едва ли хоть одна. Я имею в виду. Я знаю, что она была молода. Что было сразу видно. Но я подумал, она, наверное, имеет в виду колледж. Пропустила занятие. Потому что ждала меня. И мне было, правда, неловко. Я сказал ей, ну, господи. Потом она вдруг расплакалась. Поверить не могу. Я почувствовал. Не знаю. Почувствовал, что, видимо, опять все похерил. Просто своим опозданием похерил. Пусть я и не опаздывал. Если серьезно. Но потом она встала и сказала. Идем, кое-что покажу. Я встал, пошел за ней. Она привела меня в спальню. Себальд. То есть она вас привела. По собственной воле. Вы это хотите сказать? Скай. Да. Конечно, это было по ее воле. И первое, что я заметил. Первое, что любой бы заметил, что это была спальня. Так? Ну, я был в замешательстве. Я имею в виду, мы только что впервые встретились. Она вся в слезах и привела меня в долбанную спальню. Где стоит кровать, все эти постеры на стене, рок-звезды, актеры, все на свете и стол с компьютером. И вот я увидел все это, оценил. Но ее не интересовал, чем я занят. Она указала на пол рядом с кроватью. А там у нее два чемодана. И она говорит. Посмотри сюда. Я спросил. Что, на чемодан я должен смотреть? А она такая. Я собираюсь сегодня с тобой сбежать. Понимаете? Что-то в этом роде. Я точно не помню. Потому что уже едва ли ее слушал. Как будто до меня стал доходить. Я начал въезжать. Себальт. Во что въезжать? Скай. Постеры. Чертовы флаги на стенах. Плюшевые мишки на полках над столом. Фотографии на зеркале. Она ребенок. Ребенок нахрен. Я ее спросил. Взял себя в руки и спросил. Кэсси. Сколько тебе лет? Она ответила что-то в духе «достаточно» и заплакала. По-настоящему. Но мне теперь было без разницы. Я делал все, чтобы сохранить спокойствие. Чтобы спросить еще раз. И спросил. Сколько тебе нахрен лет, Кэсси? И она мне ответила «пятнадцать». Вот так запросто. Пятнадцать. Тип с вызовом. Вы можете в это поверить. Она малолетка. И все это время меня дурачила. Водила за нас. Я могу показать вам чертовы электронные письма. Ради бога. И она еще хочет со мной сбежать. Она вообще тронулась. Черт, вот же дерьмо. Себальт. Сохраняйте спокойствие, мистер Скай. И если не хотите снова надеть наручники. Просто расскажите, что случилось дальше. Скай. Простите, извините. Я просто... Да неважно. Я просто... Боже. Кажется, в тот момент я сорвался. Понимаете? Взбесился, наверное. Схватил ее и залепил пощечину. Сказал, что о ней, думаю, назвал тупой мелкой сучкой. А она опять заплакала. Я помню, как схватил ее за руку и швырнул через кровать с такой силой, что она пролетела и упала на пол с другой стороны. Ну, а потом я разнес комнату. Себальт. Разнесли комнату. Будьте точнее, пожалуйста. Для протокола. Скай. Ну, я сорвал те постеры, потом разбил кулаком зеркало, оттуда вот эти порезы, вышиб ногой и зеркало на двери, сбросил всю косметику и всю ту хрень, которая была у нее на стольке. И кукол с мишками на пол, порвал книги, бумаги, да все, все, все. Себальт. Продолжайте, мистер Скай. А где она была все это время, Скай? Она встала, потом стояла по другую сторону кровати и кричала, чтобы я остановился. У нее был небольшой порез на лбу, это я помню. А все лицо у нее было в разводах, и все раскраснелось, она же плакала. Но она оставалась на месте и кричала на меня, ровно до тех пор, пока я не направился к компьютеру. Это был тот компьютер, полагаю, который ко всему этому нас привел. Он был нашей связью, понимаете? Для меня это означало одно, а для нее, думаю, что другое. Но это была наша связь, как тотем. Она бросилась на меня, когда я оторвал шнур от мыши. Себальт. Вы говорите, она на вас бросилась, Скай? Я думаю, она пыталась не на меня напасть, а компьютер защитить. Она все называла меня ублюдком, а я... Я же не ублюдок, я был в нее влюблен. В любом случае, прежде чем она успела обогнуть кровать, я ударил ногой по принтеру, и к тому времени, когда она до меня добралась, я уже отодрал клавиатуру, замахнулся и ударил ее ей сбоку по голове. Себальт. Слева или справа? Скай. Скай. А, ну, слева над ухом. Она упала. На пол возле изножия кровати, понимаете? Она оказалась на коленях, с руками на кровати. С нее немного крови вкапало на кровати. Ноги она подогнула под себя. Себальт. Она еще была жива? Скай. О, да. Она была жива. Но уже на меня не кричала. Просто сидела и смотрела на меня, как на собачье дерьмо, будто я был самым низким существом, что она видела в жизни. И будто еще меня боялась, понимаете? И то, и другое сразу. Я видел такое только раз, на другом лице, эту комбинацию, как вы бы, наверное, сказали. На лице моей бывшей, моей девушки, Лоры. Она меня боялась и в то же время испытывала отвращение. Вот тогда я вырвал монитор и применил к ней. Себальт. Мистер Скай. Скай. Она любила свой компьютер. Так что, поверьте мне, это было нелегко. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев.